ведомость мы создали давайте теперь ее разместим на листе при размещении ведомости здесь ничего сложного нету переходим на лист сдан с рамкой и для размещения ведомости есть два варианта мы можем во вкладке вид нажать на кнопку разместить вид и найти необходимую ведомость но это конечно сложно потому что видов достаточно много здесь еще планы 3d виды вообще все что есть поэтому есть гораздо проще вариант это просто перетянуть из диспетчера проектов необходимый вид со спецификацией просто я выделяю зажимаю левой кнопкой мыши и перетягиваю сюда вот моя такая ведомость значение очень много поэтому понятное дело что здесь нужно будет разделять эту ведомость на несколько листов давайте ну чтобы нам все таки время не терять ее выровня выровняю по листу вот так и допустим я размещу ее на просто на листе побольше на 1 чтобы она у меня влезло ведомость если она у вас не влазит вот она у меня такая высокая большая длинная при выделении этой ведомости по ее центру вот здесь вот появляется вот такой вот небольшой зигзаг этот эта кнопка разделяет таблицу как бы на 2 нажимаем на нее и видите у меня часть перешла в другую как бы другой столбец теперь у меня нормально вся ведомость влезла далее также из прям из листа можно изменять ширину вот этих моих столбцов при выделении здесь появляются такие треугольнички за которые я могу тянуть и изменять ширину каких-то граф подгоняя ее под нужны какие то но вот так уже некрасиво комментарии вот так к сожалению здесь нету никаких привязок допустим чтобы получить ровное значение там 10 допустим сантиметров а здесь все так на глаз если вы хотите чтобы ваша таблица была ровная допустим с целыми значениями это нужно делать только из самой ведомости кстати чуть не забыл для размещения точнее для редактирования ведомости допустим вы разместили на листе для ее редактирования вы можете щелкнуть два раза мышкой по этой ведомости и у вас автоматически перед перейдет в на редактирование и здесь уже при выделении определенных столбцов мы можем изменять его размер допустим вот наименование техническая характеристика нажимаем а изменить и видно да здесь что значение неровное давайте выровняем но пусть будет 120 миллиметров нажимаем ok и так для остальных для остальных столбцов тоже можно сделать и в дальнейшем но здесь конечно особые разницы мы не мы не увидим но понятно она есть можно померить допустим создать реанимационную линию и приблизительно вот сделать 10 миллиметров 100 миллиметров так извиняюсь 120 еще 20 и видно да что линия попала прямо точно в цель что этот это графа у меня ровно 120 миллиметров